здравствуйте а вас откуда забирать это яндекс такси апартаменты короче ребята хочу сказать что выехал я сегодня работать часу дня точнее с двух время сейчас 10 часов вечера и получается то что я сделал где-то 12000 грязью я сейчас покажу скриншоты которые тут выполнил по поездках вот здесь подряд все а сейчас мне попался заказ с тверской куда-то в новогорск еду я по тверской улице что я хочу сегодня немножко рассказать вчера смотрел стрим есть канал работа по факту да там который сейчас зашел так плавненько набрал там 20 одну тысячу подписчиков некоторые видео мне не очень понравились этом с бахилами связаны там с мрамоями которые там питере типа записать один рубль по убираж пытаются есть но я думаю то что этими видео видео человек хотел просто обратно небольшого хайпа я его так вчера сказал стас привет если смотришь вот и чтобы все-таки как-то бороться с комиссии агрегатором то есть ему нужно было видео выпустить но вчера поговорили с человеком принципе адекватной вполне так вот что у меня вчера я его видел в стриме да он там сидел с нашим голодающим водителем бизнеса который уже там 15 день по голодает и около и голодает около офиса яндекса я к нему приезжал на второй день и просто разговаривал с этим человеком зовут андрей мне не ясно одно вот человек работает до москва 24 показывал то что он работает на своем автомобиле бмв 7 это не его автомобиль это аренда просто я ему вопрос задал задал как бачу тебе там персональному это водителям предложит работу условно за 80 тысяч рублей ты согласишься нет у меня 5 детей мне кормить нужно он работает там 70 берет автомобиль в семи дневную аренду то есть без выходных дает он платит каждый день за автомобиль в то же время хочет работать 8 часов в день пяти дневном графике я не понимаю как бы на чужом автомобиле как он хочет там хорошо зарабатывать бери тогда не знаю аренду со сменщиком как-то зарабатывая ну блин люди же не плачут другие не ноют там водители автобусов троллейбусов там не знаю мышный лист электропоездов или там продавцы не единственно что то не нравится вот по поводу того то что там да что там комиссия бешено там я не очень хотел сильно распространять эту тему хотя там уже есть такой канал такси прикол он там уже показывал там что в инстаграме этот человек уже где-то видит было то что там профессиональные голодающие короче может и 20-30 дней сидеть без еды и потом показывали как якобы там у него какой-то пакетик с пятерочки был там от куртка закрывал тоже как будто он кушает там ну это неважно человека можно на чем угодно поймать он пойдет в туалет и скажу то что он там конфеты есть ребят смотри сейчас какая ситуация приехал у меня второй раз такое на большую дмитров куда и в итоге клиент отказался прямо только после того как я приехал поступила компенсация 1620 рублей я вот не копался конечно в яндексе но по-моему там минималка 1799 почему 1620 я думаю из этих копеек я уж не буду там плане там 100 рублей 150 рублей в люксе там что-то писать в поддержку там мозги тракторить но самое главное хоть как это компенсация поступила не такая как у где-то блин в размере 150 рублей ребят сайтом компенсацию где-то если ты прибудешь на заказ от меня там его там 150 или 200 рублей выезжай а вот таксист тоже искал своих клиентов только вот отцов забирает вчера когда я ездил как раз к ребятам там просто поговорить мне интересно было тоже там что как живую люди там общаются другие там например блогеры да потому что на камеру одно тут можно что-то смонтировать до выложить там так как будто ты но не знаю там очень грамотно все рассказываешь и говоришь а вживую когда ты не всегда свои мысли можно донести до человека это наверно все-таки надо побольше книжек читать вот так вот в итоге вчера я там простоял и кстати у меня включена был агрегатор яндекс на огородном проезде на проезд за два с половиной часа вообще ни одного заказа не поймал ну видимо в промзоне все-таки люди не вызывают а вот где-то в центре сейчас прям не то что один за одним минут 20 ждешь что-то выпадает а московская любовь поминаю прямо в сердце нам больше не согреться московская любовь с московской и Закончил заказ. Вот здесь написано 329 для водителя, 2,513 для пассажира. Завершаю. Так, скидка по купону какому-то там. Ладно, это пофигу. А, кстати, закрыл там 2928, но здесь сейчас посмотрим, насколько закрыл заказ. 2533. Стоимость, итог 2533. А где доплата, ё-моё? Ладно, потом посчитаем, сколько вышло. Чуть попозже приложу скриншот, насколько поездка вышла, потому что что-то не то, ё-моё. 2533, там же тариф для водителя другой был. Ну, если Яндекс отманывать, блин, будет, там капец, ё-моё. Буду звонить в поддержку, потому что там разница всё равно рублей 700 есть. Так, мне надо срочно на заправку, у меня вообще бензин пустой бак, ё-моё. Блин, не люблю я такие заказы, я куда-то в Люберце, в Тарак. Ребята, сейчас еду на заправку, он увидел заправку Shell. Кто-нибудь знает такое, наверное, слышали. И вспомнил прикольную историю. Когда я работал на севере, там, в городе Нефтьюганске, у нас был начальником базы, там, такой, Петрович, Михаил Петрович. Вот. И рабочая машина была, там, семёрка, инжектор на Жигули. И, я помню, пришлось, там, ну, масло менять. Я поехал в город, там, мы жили в автовом посёлке, там, с вахтовиками, с ребятами. Короче, я приехал в город, блин, это, звоню Петровичу, говорю, Петрович, какое масло взять здесь? Манол, говорю, есть Shell. Он такой, щель, щель, говорит, бери. Щель. Вот это масло звал не Shell, а щель. Мне, блин, всегда так смешно было. Деревенский мужик, наверное, как бы это, как-то, по-другому сленгу, что ли, выражается, не знаю. Ну, когда он сказал щель, это была жесть, конечно. Сейчас мы тут 95-ю щель зальём, короче, по 46,39. Их, мой кубик укатился, ем. Ребят, в итоге, спустя 40 минут пришёл бонус. Итоговая поездка 3,145. 612 рублей, там, бонус. Ну, у клиента была скидочная, видимо. По карте он там как-то ездил. Не знаю, по карте. Ну, самое главное, что деньги пришли, и, ну, нормально. Прямиком, душу, басиком По столу твоё поведение Каждый взгляд, это как расстрел Совершенное преступление Дыма не надо с тобой Я Ростов, а рай потерянный временем Солнце и любовь Вот он рай для детей Подождёшь, хорошо? Я не могу здесь стоять. А где можешь встать? Только уехать куда-то. А здесь вообще нельзя стоять. Давай штраф из-за моего счёта 5 минут, ладно? А как вы поймёте штраф или нет, понимаете? Сейчас куртку возьму, хорошо. Сниму. Покажи всё, о чём мы так мечтали Танцуй, даже когда ты забыл Здравствуйте. Привет, привет. Ну что, я 20 тысяч, получается, сделал. Всё-таки с одним агрегатором Это более-менее нормально. Тем более я работал не весь день, а 14 часов. Даже 14 нет, получается, ребят. Что-то как-то странно считает Яндекс. В час я вышел, сейчас время 3.38. Ну да, наверное, когда мылся, всё-таки на мойку заезжал, когда там кофе пил, я отключался, и вот это время там час лишний как раз, наверное, и остался. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok